Друзья, похлопайте, потому что на самом деле Hoku попал в топ 5 проектов в январе месяце по всему миру. Мы находились, сейчас мы уже завершили успешно наш токен sale, мы находились в списках лучших мировых проектов. У нас все нормально и мы одни из тех, кто в России в январе все успешно закрыл. У нас сейчас одна из лучших маркетинговых команд в России и мы знаем, как это делать. Саша, расскажи, как мы это делаем. Да, я расскажу сегодня немножечко про маркетинг и мой доклад, он будет, я думаю, отличаться от всех предыдущих докладов. То есть я вообще не буду пичить наш проект, более того, я не скажу, чем мы занимаемся, чем занимается Hoku. Я думаю, что те, кому интересно, и так знают, что мы делаем, а те, кто не знают, могут потом найти информацию в интернете. Сегодня я буду рассказывать немножечко про другую тему и поэтому я хочу к залу обратиться, просто понять, кто здесь находится. Здесь есть среди присутствующих те люди, у которых есть проект, у которого предстоит токен сейл, либо идет сейчас, либо планируется. Поднимите руку вверх. Ну, прилично, да? А есть те, у кого еще этого нет, но хотят тоже запустить в дальнейшем свой проект, собрать там 10, 20, 100 миллионов долларов. Поднимите руку. Таш, посмотри на VIP. Я думаю, все должны поднять руку, да? Ну, хорошо. Когда мы запускали наш проект до начала токен сейла, я присутствовал на одной конференции в США, в Санта-Монике, на GoBlock.com. Это была первая наша зарубежная конференция вообще, как от проекта. Я там встретился с одним человеком, который занимается маркетингом и который возглавлял команду одного проекта, не буду называть его название, который успешно закончил ICO, тоже русский проект. Я ему задал вопрос. Слушай, а откуда пришли деньги? Какой источник трафика, какой канал принес вам деньги? На что он мне ответил? Охрен его знает. Они там что-то все пришли откуда-то, непонятно. Мы там вкладывали сюда-сюда деньги в рекламу и в дальнейшем пошли инвестиции. Мы сами не знаем, откуда они пришли. Вот это вот основная проблема любого ICO проекта, что они не понимают, откуда приходят деньги. Для того, чтобы понять, откуда приходят деньги, должна быть настроена грамотная аналитика. Вот про это я сегодня и расскажу. Как сделать правильно аналитику, как отслеживать, откуда приходят транзакции, как понимать, какой канал дал вам инвестиции. Вот сейчас Александр вам даст ту информацию, которую вы в России не купите ни у одного хайпажора, который пытается вам продавать услуги СИО. А самые внимательные могу заметить на моих скриншотах, которые я буду показывать с нашего периода токенцела, очень важную и интересную для них информацию, о которой нас постоянно спрашивают. Ребят, концентрация смысла я прям вам всем сейчас рекомендую, потому что мы сейчас покажем вам то, что вам в России по маркетингу не показывали. Я считаю, что грамотно настроенная аналитика – это самое основное, что должен сделать любой проект, собирающийся провести свой токенцел. Потому что сейчас на рынке большое количество предложений по поводу, откуда привести трафик на ваш сайт, откуда привести инвесторов. К нам обращались многие команды маркетинговые, обращались зарубежные стартапы, предлагая различные виды программатики и так далее. И все они обещали нам гору инвесторов, что у них самый конверсионный трафик и так далее. И поэтому очень важно иметь грамотно настроенную аналитику, потому что можно увидеть примерно такой же результат, как показан на экране. То есть одна из топовых команд в России нам обещала сделать маркетинг в Корее и в США. Однако люди пришли, как мы видим, из Инглии, Багладежа, Пакистана и так далее. При этом они показали хорошие результаты в регистрацию и абсолютно не дали инвестиций. То есть это был бота-трафик. Поэтому, когда вам будут предлагать различное множество сервисов, свои услуги, необходимо брать тестовый период и проверять с помощью грамотно настроенной аналитики, насколько действительно является их конверсионный трафик, насколько он действительно конверсионен. Для настройки аналитики вам достаточно иметь изначально установленные Google аналитику и Яндекс.Метрику. Причем мы советуем устанавливать их напрямую, то есть размещать код на сайте не через Google Tag Manager, потому что Google Tag Manager – это контейнер тегов, который потенциально может предоставлять для вас опасность. Потому что в случае хака у злоумышленников появится возможность получить доступ к вашему сайту и в дальнейшем поменять, например, номер кошелька, и ваши инвестиции будут уходить на аккаунт злоумышленников. Более того, могут взломать не просто, допустим, ваш компьютер или так далее. Если у ваших сотрудников есть доступ к Google Tag Manager, то, соответственно, могут и их компьютер взломать и получить доступ. Ну, вот здесь как раз показан пример, когда меняется на сайте номер кошелька. Это мы просто взяли один из примеров. Каким образом вообще понять, от какого человека сколько пришло инвестиций? Тем более, если эти люди могут совершать в вас инвестиции через сторонние программы или просто скопировать ваш кошелек и в дальнейшем перевести. Чтобы понять, откуда он к вам пришел и сколько он купил, для этого нужно сделать следующие шаги. Мы рекомендуем использовать электронную торговлю Google. Это тот модуль, который позволяет вам связать как раз человека. Он работает следующим образом. Когда человек заходит к вам на сайт, его куки помечаются, и в дальнейшем, когда он снова попадает на сайт и заходит на свой личный кабинет, срабатывает скрипт, который определяет, были ли инвестиции в этом личном кабинете. Таким образом, мы получаем информацию о том или ином пользователе, когда он совершил покупку и на какую сумму. То есть, примерную дату мы понимаем. Более того, отображаются эти данные в Google Analytics. К сожалению, тут у нас пока значок доллара. Это неправда, потому что нет кастомизации, нельзя поменять значок доллара. Это токены. Таким образом, мы получаем возможность получать различные данные из Google Analytics по этим пользователям. Мы можем видеть страну, откуда они пришли. Мы можем видеть источник трафика, каким образом мы их привлекли на сайт. Мы можем видеть инвестиции по ним. Более того, мы можем видеть гораздо больше другой информации, такой как пол, их возраст, конверсионность того или иного источника. Например, вот показано здесь на слайде сверху источники различные и какова средняя покупка на человека в токенах. То есть мы здесь, допустим, можем посмотреть, 52ICO.com, у них средняя покупка два токена. То есть это такой известный ресурс, но достаточно скамовый. То есть там реально был скам. Очень важно отслеживать многоканальные последовательности. Вот когда я приводил в начале пример, когда спрашивал человека, откуда пришли виситцы, он говорил, непонятно, ну там все в совокупности работает. Вот как раз пример, как работает все в совокупности. Многоканальные последовательности – это когда человек приходит на ваш ресурс с разных источников. Причем крипта, как показала практика, является очень зависимым от многоканальности тематикой. Мы имеем опыт рекламы в различных проектах, в различных тематиках. И вот такая высокая ассоциированность трафика именно в крипте. Как видим здесь из слайда, то 75% транзакций пришло именно с участием ассоциированных конверсий, которые составили примерно 83% инвестиций. И это не говорит о том, что оставшиеся 17% были без участия ассоциированных конверсий, потому что мы также взаимодействовали с людьми на различных конференциях, на различных оффлайн мероприятиях. И таким образом они также могли узнать о нашем проекте где-то еще и потом перейти на сайт и совершить уже покупку токенов. Ну вот как раз здесь пример показан, как мы рассматриваем источник X. Если рассматривать по нему ROI, это возврат инвестиций в рамках одного источника, мы видим, что ROI там составляет всего лишь 67%. То есть это невысокое число, но тем не менее то, что ROI положительен, это уже хорошо. Однако если рассматривать данный источник в рамках многоканальных последовательностей, мы видим, что здесь уже его ROI составляет более 300%. Таким образом мы можем сделать вывод, что каждый следующий источник трафика как бы разгоняет предыдущие. Поэтому очень важно, когда вы рекламируете свой проект, в дальнейшем использовать ретаргетинг и взаимодействовать с этими людьми, которые уже посетили ваш сайт, и таким образом вы получите наибольшую вероятность того, что они совершат уже инвестицию, купят ваши токены. Далее очень важно настроить для себя приемлемый вид той информации, которая вам нужна для того, чтобы интерпретировать данные о вашей рекламной кампании. Для этого мы использовали у себя Power BI. Мы настроили большое количество отчетов, которые нам нужны были для контроля рекламной кампании в реальном времени. Я сейчас покажу примеры, как это выглядит у нас. Любой из вас может настроить как-то по-другому. Вообще, кто не знает, Power BI – это набор инструментов, который позволяет связать в одно целое различные данные с различных систем аналитики, включая ваши собственные. Вот здесь показан один из отчетов. Пример. На самом деле очень крутая вещь. Мы видим здесь два столбца слева. Первый столбец – это различные действия, такие как, допустим, сеансы, расходы, покупки, лиды и так далее. То есть стандартные вещи из Google Analytics. Также есть здесь и нестандартные вещи, такие как рентабельность и так далее. Это те данные, которые мы уже брали уже со своих источников. То есть это те вещи, которые вы не увидите в Google Analytics, всякие финансовые показатели. В правом столбце можно выбрать, соответственно, источник, откуда это мы получили. Вот здесь на слайде показано, когда мы построили график по сеансам. Мы выбрали четыре источника. Верхний график показывает общее количество сеансов, сколько было в определенный промежуток времени по дням. В нижнем графике мы видим в отдельности по каждому из источников. Таким образом, мы можем отслеживать большое количество параметров по тому или иному источнику. И можем делать уже соответствующий вывод об этих источниках. Более того, вот один из основных слайдов, который спрашивают нас часто. С какой стороны к вам пришло больше всего инвестиций? Ну, показан здесь один из примеров, как выглядит отображение в Power BI у нас. Это, как мы видим, наша карта, карта мира. И здесь отмечены страны, откуда люди покупали наши токены. Причем можно нажать на каждую страну и увидеть по ней различные данные. Такое количество транзакций, количество купленных токенов и так далее. Более того, по карте можно настраивать и различные другие данные для отображения. Саш, можно вопрос? Морские обитатели купили токены? Ну, получается, как видишь, Мальдива. Ну, просто кто-то, видимо, на яхте катался такой, о, Хоку. Ладно, Хоку возьму, Хоку-то Хокучик. Какой ты внимательный. Следующий отчет показывает тоже различные параметры, такие как сеансы с левой стороны. И с правой стороны это, соответственно, покупка токенов. Таким образом, по центру мы можем выбрать тот или иной канал, который нас интересует, и увидеть по нему информацию. Сколько было с него посетителей на наш сайт, и сколько в дальнейшем это было куплено токенов с этого источника. Таким образом, мы можем отслеживать, опять же, информацию по рентабельности того или иного источника. Более того, у нас настроена воронка продаж. Это тоже основная вещь, которая должна быть у любого проекта, которая должна показывать вам в реальном времени ваши результаты. Здесь мы видим пять вещей, которые мы показываем в воронке. Первое – это посещение странички токен-сейла. Второе – это, соответственно, страничка регистрации. Третье – это успешная регистрация. Посещение страниц инвестирования. И, соответственно, сама покупка токенов. Таким образом, строится график по конверсии. То есть мы видим здесь зависимость от трафика. И видим каждый этап в воронке продаж. Строя воронку продаж, мы можем каждый день отслеживать данные параметры. И если мы видим падение по тому или иному источнику, мы понимаем, что есть где-то какая-то ошибка, какая-то проблема, и сразу же принимаем действие. Вопрос можно? Друзья, обратите внимание на вот эту воронку продаж. Она находится в верхнем правом углу данного слайда. Вот через эту воронку продаж мы анализировали полностью входящих участников. Покупки токенов. Покупки, да. И прослеживали каждый этап. Вот такие воронки позволяют на каждом этапе выявить у вас слабые точки. Поэтому имейте в виду, если вы хотите и реально профессионально занимаетесь маркетингом, вы должны на каждом уровне смотреть, где у вас происходят потери. Более того, я хочу сказать, что эту воронку надо строить по каждому каналу, откуда вы покупаете трафик. Потому что таким образом вы можете как раз и посмотреть, что если приходит много-много людей, допустим, даже с той же самой Индии Багладеша, которые много-много там регистрируются на сайте, то есть проходят определенные этапы воронки, но при этом они не совершают инвестиции, то мы увидим нулевую конверсию здесь, увидим это в реальном времени, отследим это в реальном времени, и мы поймем о том, что данный источник является скамовым. Это очень важно для всех проектов, потому что это поможет сэкономить вам деньги и не потратить большие деньги на нерентабельные источники. А как вы все знаете, в крипте все стоит очень дорого. Следующая прикольная фишка, которую мы для себя сделали, это уведомление на смарт-часы. То есть мы всегда были в курсе всех крупных инвестиций, в курсе крупных покупок наших токенов. Нам приходило оповещение сразу же на часы о том, что было покуплено более 100 тысяч токенов. То есть на часы приходит сообщение, где сказано, что пользователь, например, Фейсбука и страны Германии купил столько-то токенов. Таким образом мы просто получали информацию, которая для нас являлась мотивирующей. Более того, мы настроили еще и другие отчеты на часы. Саша, ты забыл рассказать про тот интересный момент. Сидит Саша с инвестором, тот ему приходит о закрытии токен-сейла и смс-ка. Он встает, ну все, инвестор, давай. И пошел домой. Это, конечно, шутка, но тем не менее, то есть полный контроль и анализ на каждом этапе. Абсолютно на каждом. Очень важная вещь – это креативы, которые вы используете в рекламной кампании. И эти креативы показывают различные данные по конверсии. Вот видите, мы здесь как раз показали два креатива. И данные по конверсии по этим креативам мы также получали на часы. Слева показан креатив с котиками, справа креатив с девушкой. Вот как показывают различные маркетинговые исследования, использование котиков или использование девушек увеличивает конверсию. По нашим данным все абсолютно то же самое. причем в различных тематиках, что в крипте, что в недвижимости, что в автомобилях, что где-то еще. То есть мы эти данные постоянно имеем и мы видим, как влияет на конверсию. В данном случае мы видим, что вот как раз пришло сообщение на часы по котикам о том, что данная компания имеет конверсию 3,45%, что больше на 187%, чем в среднем. При этом у девушки конверсия, конечно, оказалась меньше, там 1,71%, что на 42% больше, чем в среднем. Но тем не менее котики у нас в принципе выиграют во всех рекламных компаниях самый конверсионный вид, так сказать, использованного креатива нами. Ну и последняя прикольная фишечка – это приложение, которое позволяет нам как руководству получать различную интересующую нас информацию в режиме реального времени. То есть находясь где-то там на конференции, находясь в движении за рулем или еще где-то, мы имеем возможность зайти в приложение и с помощью голосовых либо текстовых команд получить интересующую нас информацию. То есть, например, сколько было трафика вчера на сайте, сколько купили токенов и так далее за какой-то промежуток времени. Таким образом мы можем максимально оперативно, без доступа к системе аналитики, получить все интересующие нас данные. На этом мой доклад закончен. В завершение я хочу обратиться к залу и спросить, вот среди присутствующих есть те люди, которые купили токены HOKU? Поднимите, пожалуйста, руку, если есть такие. Ну, немного, немного. Я знаю, есть и ранние наши инвесторы. Сева, привет. Я хотел бы в первую очередь сказать вам всем спасибо, что поддержали наш проект. Благодаря вам мы всего добились и будем делать все возможное для того, чтобы вы не зря сделали эти инвестиции, для того, чтобы вы приумножили свои вложения. Ну и в завершение конкретно по своей презентации я хочу сказать, что, ребята, очень важно настроить грамотную аналитику. Это поможет вам как проектам добиться определенных успехов, сэкономить деньги и использовать только конверсионные источники трафика. Потому что наверняка вы видели много проектов, которые тратят большие деньги на рекламу, но при этом почему-то не достигают успеха, не собирают хардкап. Это как раз связано с этим, потому что деньги, большие деньги расходуются на различные скамовые источники трафика и они просто уходят на кошельки недобропорядочных подрядчиков и в результате проект не собирает свой хардкап. Хотя есть действительно множество стоящих идей, которые достойны собрать хардкап. Ну и наоборот. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Друзья, давайте поддержим нашего коллегу Саню. Да, давай сделаем селфи. Можно мы на правах организаторов сегодняшнего ивента сделаем небольшое селфи напротив всей аудитории и разместим в нашем медиуме. Его читают иностранцы. Вы сюда попадете, да. Раз, два. Очки поправь. Спасибо. Друзья, давайте поддержим Александра. Сейчас у нас впереди стоят большие планы на этот год. Многие спрашивают по поводу бирж. Слушай, ребята, всему в свое время мы сейчас делаем юридическую часть. Мы одна из тех команд, которая подходит к этому очень серьезно, и мы нацелены на большой результат. Пока сейчас все, к чему мы касаемся, приносит нам деньги. Мы достигаем всех своих поставленных целей. Впереди у нас сейчас США, впереди у нас сейчас Азия, и мы идем дальше. У нас запуск продукта. Я думаю, что мы сделаем один из лучших сервисов, который перевернет мир. Я в это верю. Сейчас для нашего проекта большой вызов сделать крутой продукт. И если среди этой аудитории есть крутые специалисты по маркетингу, крутые разработчики, крутые программисты, люди, которые подходят креативно, которые могут придумывать из простых вещей и делать гениальные решения, мы ждем их. У нас сейчас есть все. Мы готовы сформировать крупную команду. Мы будем открывать офисы на нескольких континентах. Нам нужны реально крутые кадры. Если вы себя считаете таким, сайт hoku.com, присылайте свои резюме, присылайте информацию себе. Мы рассмотрим.